Это Верочка, ей больше 50 лет. Эта игрушка была популярна в Советском Союзе. А во что еще играли наши родители, бабушки и дедушки, узнаем в музее СССР. Я таких кукол никогда не видел. В какие годы они были выпущены? Они выпущены были очень давно, больше 50 лет назад. По моделям известного ленинградского скульптора Льва Сморгона. Его куклы привлекательны своим внешним видом. И у них очень интересные крепления частей. Вот, например, головку Антошки можно поворачивать и вперед, и назад, и влево, и вправо. И таким образом он может принимать самые различные позы. Далеко не каждый пупс в конце 60-х годов мог, например, изображать ползунка, такого путливого. Многих кукол художник списывал с настоящих людей. Например, прототипом Володьки стал племянник художника. Куклы выпускали в разных костюмах. Например, Володька в комбинезоне и кепочке. Володька – турист и красноармеец. Лев Сморгон родился в Ленинграде в 1929 году. Он закончил Ленинградское училище имени Мухиной и стал скульптором. Совсем в юности он делал фарфоровые фигурки, потом плотно занялся игрушкой. Это подружка Володьки. Сейчас в музее проводится конкурс. Ей нужно придумать имя и костюм. Я уже нарисовала эскиз в платье. Узнали, во что играют наши бабушки и дедушки Саша Егорова. И Кирилл Сенек. Кирилл Сенек.